Добрый вечер, это программа Насправде в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазр. Ровно два года назад в Харькове состоялось последнее наиболее жесткое открытое столкновение между сторонниками Евромайдана и Антимайдана. И сегодня во многом, наверное, многие считают, что этот день тоже являлся своеобразной вот такой точкой перелома, таким водоразделом, который определил дальнейшее развитие истории в нашем городе. О том, как это происходило, действительно, все ли было настолько серьезно, действительно ли Харьков был в частности своеобразной репетицией того, что случилось потом в Одессе. Об этом поговорим сегодня с гостем студии, которого я с удовольствием представляю. Координатор Харьковского Евромайдана Владимир Чистерин. Добрый день, Владимир. Добрый вечер. Давай вспомним, собственно говоря, как это все началось. В принципе, насколько я помню, было достаточно спонтанное такое столкновение. То есть, единственное, пожалуй, не в центре города, кстати говоря, но здесь так вот строго, не в пределах площади или центральных улиц. Ну, столкновения были и на площади Восстания во время самого Майдана. Действительно, 27 апреля, это была такая знаковая дата, потому что весь апреля майдановцев били. Мы знаем, что 6, 7, 13 числа, наверное, воскресенье в 2014 году более сотни раненых, разбитых голов мы имели. И потом была Пасха, воскресенье. И дальше вывести людей в конце апреля на какие-то массовые акции было очень сложно. И благо подвернулся, если так можно сказать, матч Металлист Днепра. Мы знаем, что ультрасы этих двух клубов традиционно были такими заядлыми хулиганами, друзьями, все время противоречия. И впервые вот эта вот кричалка знаменитая про Путина, которая уже стала хитом, и решили ее продемонстрировать уже для массового зрителя. И то, что ультрасы Днепра и Металлиста объединились, это была вот такая акция, к которой присоединился и Майдан. Потому что сначала у нас был митинг традиционный, а затем уже все вместе мы пошли на стадион. И уже ближе к подходу к Металлисту начались провокации. Сначала такие мелкие, а потом, видимо, был такой сценарий, чтобы были серьезные потасовки. Но надо отдать должное харьковским ультрасам, которые очень четко отработали эту ситуацию и не допустили кровопролития, которое потом, спустя несколько дней, 2 мая мы увидели в Одессе. А вот что за, какого рода провокации? Потому что тогда, да, было вот такое мнение, была такая вероятность. Я помню, была машина, которая стояла то ли с российским флагом, то ли с георгиевским лентами, которая стояла просто буквально поперек движения, там явно что-то должно было произойти. То есть, иного пути, наверное, и не было. Не знаю, насколько это серьезно, с точки зрения прошедших двух лет, насколько действительно были серьезными эти провокации. Ну, на самом деле, мне кажется, что вот тот план, который они хотели реализовать, он не удался, потому что нападение, как правило, на митинги происходило, и по всей классике жанра происходит или в начале, или когда расслабляются уже все в конце. Здесь как раз, когда вся толпа мобилизовалась, уже подходила к стадиону, подходили с разных точек, и уже на тот момент, когда начали реально с палками бить людей, они понимали, что шансов у них никаких не было. Слишком много было людей, и действительно ультрасы, уже подходя к стадиону, чувствовали этот драйв того митинга. И надо сказать, что благодаря вот именно той мощной поддержке, которая была, удалось избежать серьезных, серьезных очень последствий. Потому что вот то, что мы увидели 2 мая, где, кстати, участвовали харьковские ультрасы в Одессе, это был сценарий практически один к одному. Но тогда они все-таки учли ошибки Харькова, а с Харькова всегда начиналась раскачка. Мы помним, и в 2014 году, начиная с 22 февраля, когда именно в Харькове собирался съезд северо-востока, юго-востока, и тогда же был Янукович и Азаров в Харькове, и, в общем, сценарий был таков, что легитим на тот момент президент объявляет о введении войск, танки стояли в Белгороде, и должно было быть осторожнее, мы понимаем. И дальше, ведь события там 1 марта, штурмы в начале апреля, первый захват был в Харькове, обл. госадминистрации такой серьезный, 6-7 числа, вот то, что мы отмечали совсем недавно, потому что в Донецке еще 12 апреля Кабмин проводил Яценюк, а в Харькове уже было несколько штурмов администрации. Поэтому все обкатывалось сначала на Харькове, а потом уже шло в Донецк, Луганск, Одесса и так далее. Ну, все равно получается какая-то парадоксальная картина, потому что ультрас — это люди, которые однозначно радикальны, конечно же радикальны, они вряд ли там вступали в какие-то долгие диалоги, действовали преимущественно силы. Получается, что провокация, которая была видима и рассчитана на применение силы, столкнувшись с силой, не удалась. Вот чем это объясняется все-таки? Ну вот, на самом деле, те люди, которые оппонировали Евромайдан, они понимали и понимают только силу. Это мы увидели, кстати, и последние события, связанные с уже то, что произошло на прошлой неделе, когда сразу два форума проводилось в Харькове. Медведчук проводил его сторонники свой съезд и оппозиционный блок, когда Добкин в коворкинге «Фабрика» там устроил некий такой шабаш сепаратистов, людей, которые должны были точно уже сидеть в тюрьме, но почему-то они сидели. Люди вышли и показали, что в Харькове вот такие сценарии, они невозможны, потому что мы понимаем, что раскачивать Харьков будут, и мы видим вот по последним событиям, которые в Одессе случились всегда. Харьков и Одесса — это знаковые два города, что такое возможно. И мы, кстати говоря, ждем, опасаемся, по крайней мере, провокаций, которые могут быть в мае. — Давай, в Одессе чуть позже и о том, что было, и о том, что есть сейчас. Вот о формах все-таки. Получается такая история, что да, Харьков показывает, Харьков, которая относит себя к Евромайдану, к демократическому лагерю, условно, да, вот она показывает свою готовность к самым решительным действиям. Насколько высока вероятность того, что подобного рода, в подобном же формате мероприятия, даже не мероприятия, а подобного рода проявления своей решимости могут показать, ну, я не знаю, представители тех же, того же оппозиционного лагеря или украинского выбора, или каких-то радикальных организаций, вот из той степи, что называется, возьмут и решатся? — Ну, маловероятно, потому что, ну, эти люди, в общем, всегда были проплаченными, титушек нанимали, и мы видели по событиям возле Каворкина Паприка, никто не пришел поддержать Добкина и его команду, то есть простые харьковчане, которые выходят вот за идею, они не поддержали своих лидеров, поэтому, если деньги не проплачивают, а Кремль всегда это делал, вот все эти вот замесы, их четко мы понимали, когда завозятся деньги, российское консульство к этому, кстати, имело прямое отношение, и определенные наши олигархи, если деньги завозятся, тогда вы нанимаются титушки, начинаются какие-то провокаты. — Почему ты исключаешь возможность какого-то стихийного, вот подобного рода конфликта, ну, я не знаю, на почве вот того же демонтажа памятника Ленина? В Харькове, в самом Харькове, в городе этого не произошло, но есть масса видео, когда там по мелким городам, в том числе, кстати, по-моему, в Харьковской области, последнее, это то, что было в Одессе, в Одесской области, когда там местные жители вступили в столкновение с приехавшими бойцами Азова, как-то люди реагируют на это, да, болезненно, крайне реагируют, очень жестко реагируют, неприятно. — Я говорю в данном случае о ситуации в Харькове, потому что она достаточно прогнозируемая. Если не будет завозиться людей с других регионов, если не будет это проплачиваться определенными структурами, то здесь сегодня в Харькове достаточно патриотических организаций, силового блока, которые способны вместе с милицией, и с полицией нынешней, вместе с силовыми органами все-таки дать отпор тем проявлениям, которые были в 2014 году. В 2014 году, надо сказать, что мы не были готовы. Сегодня уже много людей прошли и школу АТО, и побывали, уже вернувшись тогда, с Майдана Киевского. Ну и организации стали больше структурированы. Мы знаем, что достаточно у нас и добровольческих батальонов. То есть Харьков в этом смысле будет давать отпор по полной программе. Насколько все-таки, опять же, корректно сравнивать ситуацию в Харькове, которая была в эти дни два года назад, и то, что произошло в Одессе? Ведь по большому счету, Одесса, там ведь сразу достаточно все жестко, там практически сразу все началось со стрельбы. Стрельба спровоцировала все дальнейшие события. В Харькове подобного не было, не потому что не пропрачивали, но наверняка были здесь люди, которые имели оружие, которым платили деньги и так далее. Но здесь этого не было. Вот почему-то так. Ну вот именно потому, что в Одессе учли то, что сценарий Харьковский, то, что не проходит вот просто так битыми палками, провокациями мелким фулом. Не удается эту ситуацию расшатать очень сильно, и не дается устроить побоище кровавое. В Одессе сразу начали стрелять, и начались радикальные действия. Вот еще одна параллель. В Одессе следствие проводилось, следствие лилось достаточно долго, за что упрекали, наверное, во многом, несправедливые правоохранительные органы. Тем не менее, там проводилось следствие. По Харькову, в частности, по событиям 27 апреля, были ли какие-то следственные действия? Вообще выяснялось, кто, как и что пытался сделать? Были ли действительно провокации, или это была цепь каких-то роковых случайностей? Понимаете, все вот эти вот события, которых было много связано с Харьковским Майданом, так или иначе возбуждались какие-то уголовные дела, какие-то проводились следственные эксперименты, но они до сих пор идут. Никаких последствий нет. Даже вот по событиям теракта, который произошел 22 февраля 2015 года, до сих пор идет еще суд, и мы надеемся, что в ближайшее время люди, которые взорвали наших ребят, получат пожизненное заключение. Это вполне реально, к этому идет. Мы говорили, кстати, буквально перед эфиром о том, что этот день, последний, видимо, был день, когда, по крайней мере, из вот этого отрезка Евромайдана и противостояния Евромайдана-Антимайдана, последний день, когда в Харькове проливалась кровь, но ты тогда и сейчас вспомянул террористические акты, то есть ты выстраиваешь все-таки это в логическую последовательность, в цепочку. Я просто уверен, что события 27 апреля были инспирированы российскими спецслужбами, и то, что происходило в Одессе 2 мая, это однозначно, и следствие это доказало, что российский ФСБ игру имеет отношение к тем событиям. Ну, а у нас и 1 марта все это было, и, конечно, 22 февраля уже сейчас суд подходит к финальной стадии, мы знаем, что 10 тысяч долларов давали исполнителям теракта возле Дворца спорта, люди получали инструкции с России, то есть это четкая спецоперация российских спецслужб. И 27 апреля, мы говорим о том, что это последний такой был серьезный замес, но для многих майдановцев как раз после 27 числа закончилась русская весна здесь, в Харькове, потому что тогда стало ясно, что и общественность, скажем так, патриотические организации берут власть в свои руки, и непосредственно силовики уже могли давать отпор, потому что 22 числа апреля в Харькове был развернут палаточный городок сепаратистами, и они тоже готовились к очередному штурму администрации, но благодаря губернатору, благодаря силуикам удалось тогда очень быстро ночью, палатки было сначала 3, потом 8, потом 10, вот когда их стало 10, милиция их очень быстро зачистила. И это вот с того момента, по крайней мере, бывший губернатор Игорь Балута считает, что Харьков уже мог спать спокойно, а до этого весь апрель поднимали, в том числе и первых лиц области, они рассказывали об этом, было даже несколько вторжений, когда ночью поднимают всю администрацию и говорят о том, что танки пересекают с границей, они сильно провоцировали так, они подъезжали, да, там они пересекали границу и провоцировали, и поднимали все на ноги, то есть готовились реально весь март, весь апрель к вторжению, это по большому счету, наверное, даже и май, потому что до 9 мая было однозначно вот такое очень тревожное чувство, и 9 мая еще было очень много людей, которые ходили с георгиевскими лентами по городу, и такая недоброжелательная, уже был коренной перелом, может, то были остаточные такие последствия, но и ситуация на самом деле продолжается, поэтому нельзя расслабляться, тут вот события в Одессе последних дней показывают, что эти сценарии продолжают муссироваться. Ну вот к слову о событиях в Одессе последних дней, природу их описывает, по крайней мере, один из участников этого процесса, министр внутренних дел, описывает как политическое противостояние, это действительно так, на твой взгляд, или это опять же продолжение истории, которая длится уже 2 года? Я думаю, что это продолжение истории, но мы знаем, что Труханов, мэр Одессы, имеет такие российские гражданства, как бы он там это не отрицал, и все, что происходило в Одессе, вот одесситы могут об этом рассказать, вот палаточные городки, Куликово поле, это все, в общем-то, связано с россиянами, которые так или иначе руководили этими всеми действиями. Я думаю, что сегодня, когда началась очень серьезная борьба, там есть действительно лидер Саакашвили с одной стороны, там Боровик, вот команда с одной стороны, есть другая, регионалов, и сегодня уже в Верховной Раде зарегистрирован проект о том, чтобы были досрочные выборы в Одессе, то есть там много и политики, и много попытки раскачать ситуацию. Впереди 2 мая, это серьезное событие для одесситов, вот такое кровавое, которого в Харькове, слава богу, все-таки не было, и перед этими днями, и тем более впереди там День Победы, будут раскачивать Одессу однозначно, и Харьков в том числе, потому что Харьков всегда с Одессой связаны в этом смысле, и вот то, что мы видели с форумом Медведчука и Добкина, как раз все звенья одной цепи, да и поездка Керниса в Москву тоже, наверное, была не случайно. Так а вот все-таки кто раскачивает-то, потому что получается, когда читаешь, ну да, предполагаю, что есть, наверное, какая-то, возможно, российская там линия в этом всем, российский след, потому что там действительно какие-то совершенно уж абсолютно сепаратистские даже какие-то листовки, наклейки, там то, что видно по фотографиям в соцсетях, но с другой стороны, когда открываешь там тоже Корчинского, который призывает ехать в Одессу и чего-то там им показать, да, то есть начинаешь сомневаться, вот действительно ли все так однозначно. Я уверен, что очень много желающих с разных сторон половить вот эту рыбку в мутной воде, и провокации могут быть и с одной, и с другой стороны, потому что есть там крайние радикальные группировки, которые не всегда обдуманно действуют. И вот этого бы очень не хотелось и в Харькове, поэтому мы ожидаем, что в мае могут быть какие-то серьезные здесь события, будет сделано заявление от имени общественного штаба обороны Харьковской области. В ближайшее время сейчас идет координация всех вот наших структур, батальонов добровольческих, чтобы мы вместе, вместе с администрацией, вместе с силовым блоком все-таки не допустили провокации, которые возможны. Ну, все равно, опять же, получается, этот вопрос будут задавать так или иначе, наверное, еще не один год. Получается, что, с одной стороны, Харьков должен демонстрировать какую-то решительность и противостоять, в том числе, возможно, и силовыми какими-то там методами, тем силам, которые, в общем-то, привели в итоге к трагическим событиям в нашем государстве, а с другой стороны, вот каждый год будет возникать ситуация, потому что эти силы все равно есть, они опираются на известную, достаточно большую, наверное, часть населения, да, то есть диалога нет, а есть какая-то постоянная готовность к драке. Может быть, все-таки тогда диалог? Безусловно, диалог лучше. Но вопрос, с кем вести диалог и как. Мы недавно видели такую вот прямую линию пресс-конференцию Захарченко, который, в общем-то, озвучил главный месседж, вы тут начинайте, а мы поддержим. И наверняка это все-таки была не его личная позиция, а достаточно продуманный план. Поэтому то, что ситуацию расшатывает в Харькове и в Одессе, это очевидно. И в последнее время сигналов таких очень много. Работает достаточное количество диверсионных групп в Харьковской области, их десятки насчитывается, только около ста. Каких-то ведет СБУ, какие-то, в общем, работают вне его поля. И в любой момент все может рвануть. Мы знаем, например, о том, что Российский Синод буквально вот перед Пасхой направил в Украину почти полтора тысячи людей. Это под видом семинаристов, людей, которые связаны с церковью. Причем четко легально, там есть в решениях Синода в какую лавру, в какой монастырь Московского Патриархата, сколько людей отправляется. Но это все официально, сколько людей неофициально и куда они пойдут, особенно на Пасху, тоже мы знаем, что всегда много людей. И тоже возможна провокация. Так что получается делать, сидеть дома? Нет, ну и Пасху нужно праздновать, нужно праздновать и наши праздники, и майский, и День Победы, безусловно. В прошлом году все прошло в Харькове спокойно. Я думаю, что вот сейчас еще время есть, и поэтому мы играем на опережение. Поэтому сейчас мобилизируются все, кто способен вести диалог в рамках диалога, и силовые органы в том числе. Тут важен, наверное, кстати говоря, даже не диалог между сторонами и лагерями как таковыми, а возможно даже диалог внутри тех сил, которые всегда поддерживали Евромайдан, потому что действительно есть крайне радикальные. Есть ультра, в конце концов, которые, насколько я понимаю, вообще не очень контролировались никем никогда, в том числе и в ходе Майдана. Майдан, у них была своя линия всегда, и с ними тоже как-то надо договариваться. Безусловно, нет, разговоры идут, они входят в ультрасы, в штаб обороны Харьковской области, с ними есть контакты. Конечно, там много группировок, они все разные, но все понимают ту ответственность, которая есть, и те возможные последствия, которые могут быть в случае, если будет подниматься опять этот сепаратистский шабаш, который, в общем-то, идет. Вот, знаете, мы чувствуем по сигналам, что вот это, там, 15-й год, они засели, сегодня они поднимают голову. Если сейчас не давать отпор, то, может быть, плохо. Ну что ж, будем надеяться, что через год мы встретимся в этот же день и скажем, что тут уже три года, как в Харькове, к слава богу, нет столкновений на улицах, нет пролитой крови между двумя лагерями, которые друг друга терпеть не могут. Будем надеяться, что все это действительно уйдет в историю. Спасибо большое, что сегодня был гостем в нашей студии, спасибо, что смотрели нас сегодня, время программы, к сожалению, подошло к концу. На этом все. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова